Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездоры, и сегодня мы будем с вами читать седьмую главу этой книги. «Тогда Сесинии, правитель Келли, Сирии и Феникии, и Сафру Зан, и товарищи их, следуя повеления от царя Дария, усердно принялись за святое дело, помогая старейшинам и священноначальникам иудейским». Святое дело – это дело восстановления храма. Но мы уже знаем, что слово «святое» означает «отделенный». Как же дело может быть святым? То есть они оставили все свои прежние дела, отделили их как бы, и занялись только этим вопросом. Вот в каком смысле святое дело. «И успешно шло святое дело при пророчествах пророков Агеи и Захарии, и совершили все по повелению Господа Бога Израилева и по воле Кира, Дария и Артаксеркса царей персидских». Здесь мы видим, что воля одного человека накладывается на волю другого человека и над всеми повеления Господа Бога. И все это при пророчествах Божьих пророков Агеи и Захарии. Вот так Господь может располагать сердца языческих правителей, разных людей для совершения святого дела. «Окончен святой дом к 23-му дню месяца Адара на 6-м году царя Дария, и сделали сыны Израиля, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, которые были приставлены, то есть к этой работе, все по-написанному в книге Моисея». Но прежде всего имеется в виду текст книги «Исход». Там подробно описано, как должен выглядеть походный мешкан, то есть храм, и по образу, вот описание походного храма, скини, собрания, они делают стационарный храм. «И принесли в жертву на обновление храма Господня 100 валов, 200 овнов, 400 агнцев, 12 козлов за грехи всего Израиля по числу 12 колен израильских». Казалось бы, а если строится храм, почему надо приносить жертву за грехи? Потому что нельзя созидать что-либо без Божьего благословения. А Божье благословение и грех – понятия не очень совместимые. Поэтому в каждом случае люди сначала молились за себя, потом за то дело, которое Господь им поручил исполнять. И даже первосвященники по книге «Левит», мы это видим ясно, они, прежде чем принести жертву за народ, приносили жертву за свои собственные грехи. И причем они совершали эту жертву за собственные грехи в том месте, где приносили за народ, чтобы не бросалось в глаза, что у него какие-то грехи есть. Они это делали, чтобы самим примириться с Богом, потому что тот, кто примирился с Богом, он реально может помочь другим людям пережить это примирение. «И принесли в жертву за обновление храма Господня 100 валов, 200 овнов, 400 агнцев, 12 козлов за грехи всего Израиля по числу 12 колен израильских». Ну, мы знаем, что, например, Иов многострадальный, когда он узнавал, что его дети собирались на какие-то такие пирушки, он потом за каждого своего ребенка приносил жертвы Богу, думая о том, что, мало ли, они собрались, расслабились, могли как-то согрешить. А здесь по числу 12 колен израилевых, которые происходят от 12 сыновей патриарха Иакова, другое имя Иакова духовное – Израиль, но это и собственное имя того народа, которое происходит от него. «И стояли священники и левиты по племенам в облачении при делах Господа Бога Израилева согласно с книгой Моисеевою и привратники при каждых воротах». То есть каждый знал свое место в соответствии с предписаниями Святого Закона Божия. Но почему не сказать, что это книга Божия? Зачем нам говорить согласно с книгой Моисеевою, как будто автор ее Моисей? Моисей – это распознаваемый в истории человек, который был свидетель личного общения с Богом, и людям было легче говорить о Моисее, чем говорить о Боге. Ведь когда Бог своим голосом с неба говорил заповеди, десять заповедей, то евреи испугались, и они сказали Моисею, «Пусть Бог не говорит с нами, иначе мы умрем. Мы не можем слышать голос Бога и остаться в живых. Ты говори с Ним и передавай нам». Далее, в окончании этой главы, с 10 стиха по 15, эта глава, она небольшая, всего 15 стихов, говорится о праздновании Пасхи. Не удивляйтесь, мы во второй ездор уже читали, уже читали о праздновании Пасхи при построении храма. Я уже говорил, характер этой книги эклитичен. Это как бы некие такие мазки яркие, когда мы возвращаемся к тем темам, которые уже прошли, потом опять приходим к этим темам, но с какими-то дополнениями. «И устроили возвратившиеся из плена сыны Израилевы Пасху в 14-й день первого месяца, когда очистились священники и левиты вместе, и все сыны пленения, потому что очистились, ибо левиты все вместе очистились». Вот казалось бы, а как это совместимо? «Устроили Пасху, потому что очистились». А что, если бы не очистились, Пасха не наступила бы? Да, не наступила бы. Если люди в состоянии осквернения или кто-то прикоснулся к трупным пятнам, в книге чисел сказано, для таковых, или кто-то там болен проказой или какой-то инфекцией, для таковых Пасха переносилась с первого месяца на второй. Потому что они в карантине. Какая им Пасха? Они должны сидеть вне стана и кричать «Нечист, нечист, нечист». Поэтому это не игра слов. Они совершают Пасху, потому что они очистились. Если бы нет, перенесли бы Пасху на месяц. «И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена». То есть сначала они молятся за тех, которые еще не вернулись в Святую Землю. Они называются здесь сынами плена. Почему? А им хуже, чем тем, которые уже вернулись. В социальном смысле те, которые не вернулись, они там богаче. Ведь они все финансируют. Но в духовном смысле они бедны. Потому что они сошли с территории Бога. А эти вернулись на территорию Бога в землю Эрц-Исраэль. Они восстанавливают Иерусалим, это образ церкви, и совершают Пасху. А Пасха для нас, христиан, Ветхозаэтная Пасха, это символ Евхаристии. Как апостол Павел пишет, «Пасха наша, Христос заклонный за нас». «И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена, для братьев своих, священников и для себя самих». Вот здесь мы видим «для себя самих любимых» в последнем списке, в последнюю очередь. «И ели сына Израилевы, возвратившиеся из плена, все, которые, удалившись от мерзостей народов земли, взыскали Господа». Оказывается, даже начать искать Бога, взывать к Нему, можно тогда, когда ты удалился от мерзостей народов земли, народа земли, имхаарец, это невежда в законе. «И праздновали праздник опресноков семь дней, радуясь пред Господом, что он обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы укрепить руки их на дела Господа Бога Израилева». Итак, сегодня мы с вами прочитали и сделали рассмотрение седьмой главы второй книги Ездры. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать восьмую главу этой книги. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok